Время, когда люди проводят огромное количество времени в дороге, когда автомагистрали в часы пик похожи на муравейники, а во дворе негде яблоко упасть, не то что автомобиль припарковать, нужно по максимуму себя обезопасить от неприятных дорожных инцидентов. Здравствуйте, меня зовут Кирилл и это выпуск лаборатории ИОН. Наверняка многие из вас слышали про автоподставы или того хуже были жертвами их. Бывали такие ситуации, когда в ДТП, даже если вы правы, из-за плохих свидетельских показаний вы оказывались без вины виноватым. Либо такая ситуация многим знакома, когда оставляешь машину во дворе, возвращаешься, чтобы утром сесть с нее и поехать на работу, и видите на ней огромную царапину. Это говорит о том, что кто-то просто скрылся с места преступления. Так вот, чтобы не было таких ситуаций и созданы видеорегистраторы, о которых мы сегодня вам расскажем. Речь сегодня пойдет о трех разных видеорегистраторах. О малыше Annex VR002, о всевидящем Annex VR303 и о самым продвинутом Park City DVR HD500. Разрешение камеры у этого видеорегистратора 0,3 мегапикселя. Записывается все на карточку microSD, которая вставляется сюда. Поддерживаются карты объемом до 16 гигабайт. Угол обзора этого видеорегистратора всего 63 градуса. Стоит мне сделать всего пару шагов в сторону, как я пропадаю из поля зрения. Что это значит? Если вашу машину вдруг решат поцарапать сбоку, то видеорегистратор этого просто не заснимет. Еще VR002 обладает функцией голосовой активации. Если уровень шума превышает 60 дБ, то видеорегистратор включается автоматически и записывает ролик длиной минимум 2 минуты. Записывает видеорегистратор в видео формате AV30 кадров в секунду. Вы можете также использовать его как веб-камеру и проработает он без подзарядки целый час. В комплектацию входят два держателя. Один для того, чтобы устанавливать видеорегистратор на столе, а второй с прищепкой. Специальная площадка с шарниром, чтобы, например, ее прикрутить к стене и сюда крепить регистратор. Силиконовый чехол, шнурок, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и USB кабель. Перейдем к более продвинутому видеорегистратору. Это Annex VR303. В начале обзора я назвал его всевидящему и не случайно, потому что, я думаю, вы уже заприметили, что рядом с объективом камеры у него находятся лампочки. Видите? Это инфракрасные лампочки, которые позволяют видеорегистратору снимать в темноте. Способен видеорегистратор снимать видео разрешением 1280 на 960, но разрешение можно уменьшать. Записывает он все на карточку SD. Здесь находится слот для нее. И, что важно, в видеорегистратор имеется дисплей с расположенными на нем кнопками управления. Дисплей у видеорегистратора яркий и поворотный. Можно настроить видеорегистратор, чтобы он снимал ролики по времени. К примеру, настроили на то, чтобы он снимал ролик 5 минут. Видеорегистратор снимает ролик 5 минут, потом этот файл заканчивается, он начинает снимать новый. Это сделано для того, чтобы файлы не получились огромного размера. Угол обзора этого видеорегистратора 120 градусов. В видеорегистраторе имеется датчик движения. Если в поле зрения видеорегистратора попадает движущийся объект, то он сразу автоматически включается. Эта вещь очень полезна, будет особенно для домохозяек. Поставили его рядом с холодильником и смотрите, кто же ночью туда ходил, потому что видеорегистратор сразу заметит движение и включится. Этот видеорегистратор способен снимать объекты в темноте. Сейчас мы это проверим. Благодаря инфракрасным лампам камера способна снимать изображение из тех объектов, которые попадают в ее поле зрения. Собственно, сейчас она снимает меня. Правда, выглядит это жутковато, но тем не менее можно все различить. Сейчас тест на дальнозоркость этого видеорегистратора. Сейчас плавно я буду отходить назад, и сами увидите, на каком расстоянии он уже перестанет различать этот номер. Вот два шага. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот. Здесь примерно, ну, не скажу, что девять метров, думаю, метров семь где-то. И судите сами, различает он этот номер генерала ФСБ или нет. Вообще, я думаю, что генерал ФСБ, которого мы позаимствовали этот номер, сейчас мне очень доволен. Мы его вернем, правда. В отличие от более простой модели, которую мы рассмотрели вначале в этой, более дорогой и более серьезной, в комплектации уже появляется специальный кредл с присоской для того, чтобы устанавливать видеорегистратор на лобовое стекло автомобиля. Помимо этого, зарядное устройство от прикуривателя, чехол, бархатный на ощупь, ну и, естественно, инструкция по эксплуатации. Внешний вид. Камера, как я уже говорил, сбоку инфракрасной лампочки. Поворотный дисплей с кнопками управления. Меню вниз, вверх и мод. Сбоку USB. Здесь слот для карточки SD. Сзади кнопка включения-выключения и кнопка записи. Также, когда вы будете находиться в меню, эта кнопка помогает в навигации. Сверху находятся отверстия с визьбой, чтобы вставлять и закручивать кредл. Здесь прячется аккумулятор, такой знакомый, нокиевский. Ну и здесь в прорези это микрофон. Почему самый продвинутый? Да потому что уже из названия понятно, что он способен снимать видео в формате Full HD 1920 на 1080 точек. При этом выдавать 30 кадров в секунду. Угол обзора, как и у предыдущего видеорегистратора, 120 градусов. Но в отличие от предыдущего видеорегистратора, здесь один небольшой недочет. Здесь нет инфракрасных ламп, а ночной режим обеспечивается только двумя диодными лампами, которые подсвечивают изображение. Но, справедливости ради стоит сказать, в настройках можно отстроить чувствительность и композицию так, чтобы даже в темноте было хорошо все видно. Дополнительная обзорность достигается тем, что та часть корпуса, где находится объектив, подвижна. И вы можете отклонить его еще градусов на 30. Очень удобной функцией видеорегистратора является то, что вы можете просматривать отснятое видео сразу здесь, на нем, со звуком. Либо имеется HDMI-разъем, с помощью которого вы можете выводить отснятое сразу на экран телевизора. Также в видеорегистраторе имеется датчик движения и функция, где вы можете настраивать длину отснятых роликов. Аккумулятора хватает на 3,5 часа работы без подзарядки. И все записывается на карточку SD. Тест на дальнозоркость. Все тот же привычный номер генерала ФСБ. И отхожу на расстояние такое же, на которое отходил при тестировании предыдущего видеорегистратора. Я уже почти уперся в стену. Так, внешний вид. Но мы видим, что дисплей очень контрастный и яркий. Сверху него расположен джойстик управления, четырехпозиционный. Кнопка включения записи. Здесь динамик. Сбоку кнопка включения. Кнопка меню и кнопка мод. Также есть петля для шнурка. Здесь слот для карточки SD. Специальное отверстие с резьбой для установки на кредле. Сам объектив с двумя лампами. И вот эта консоль является поворотной. Сбоку HDMI разъем и USB разъем. И разъем для наушников 3,5 мм. Комплектация. В нее входит кредл присоска. И специальный зажим, который устанавливается на этот кредл. USB кабель. Зарядное устройство от прикуривателя. Мини-USB. Чехол, сделанный под бархат. Причем сверху он черный, а внутри он белый. Инструкция по эксплуатации. Ну и естественно сам видеорегистратор. Сегодня мы рассмотрели три видеорегистратора, которые находятся в разных ценовых категориях. От 1000 рублей до 6000 рублей. И естественно каждый из них может выполнять определенные функции. Но могу вам сказать одно, что видеорегистраторы очень полезная вещь, которая помогут вам, если конечно будет необходимость, решить очень сложные вопросы. С вами была лаборатория ИОН. Смотрите наши новые обзоры на канале ИОН Телевизион. До новых встреч!